Друзья, дорогие, давайте мы начинаем наше с вами заседание. В основном, я так понимаю, что у нас будут люди в эфире, а не в зале, как, к сожалению, в последнее время происходит. Все привыкли к общению через интернет, и всем лень дойти до нашего зала старинного и поприсутствовать очно. Ну, что делать? Такова жизнь. Я хотел сказать, ну, несколько слов у меня обычно, пять минут такого на раскачку, что называется, да? Я хотел сказать, что в этот раз у нас будет несколько вопросов предварительных. Во-первых, мы приняли в декабре месяц, правление приняло такое решение, нарушить немножко стройную нашу тему премии имени Дмитрия Дмитриевича Плетнёва, где написано, что премия вручается только прижизненно, и мы решили вручить эту премию трём выдающимся врачам, трём выдающимся терапевтам, которые не так давно покинули этот мир, и, ну, просто вот мы не смогли, потому что мы только раз в год одному человеку даём. Ну, так получилось, что называется. И это Евгений Иванович Чазов. Я думаю, что это ни у кого не вызывает сомнений, его кандидатура. Вторая кандидатура, ну, собственно, это не кандидатура, это уже номинанты, они уже включены в список лауреатов премии. Вторая кандидатура, это Валентин Иванович Покровский. Несмотря на то, что инфекционные болезни, это были вторые, вторая специальность, которая отпочковалась от терапии, от общих внутренних болезней вслед за афтезиатрией, потом, оказывается, была эндокринология, чего я не знал. Ну, всё-таки инфекционные болезни, несмотря на свою специфику, они остаются большим, мощным разделом внутренних болезней. И Валентин Иванович, как и Евгений Иванович, кстати говоря, они всегда входили в состав нашего правления МГНОТа много-много лет. Вот, и поэтому, я думаю, что это как бы некая такая историческая справедливость восстанавливается в том плане, что мы их считаем тоже лауреатами премии, потому что премия у нас присуждается за выдающиеся достижения в развитии российской терапевтической школы. И третий человек, которого, по моему предложению, тоже мы приняли в этот клуб, это Зинаи Соломонович Баркаган. Он, конечно, не москвич, он выступал очень много раз на этой площадке здесь, в терапевтическом обществе. Каждый год он приезжал на декадник, обязательно бывал на заседании, которое проходит в память Иосифа Абрамовича Кассирского, а теперь мы назвали это «Дни чтения памяти Кассирского и Андрея Ивановича Воробьева», потому что этот отец сделал вот это вот 16 апреля, день рождения Иосифа Абрамовича, и как бы в памяти об этом каждый год проходили гематологические такие чтения. Мы сейчас вот решили придать этим чтениям именной характер. Предложили еще чтение в память Насоновой Валентина Александровна. Ну, посмотрим. У нас тоже каждый год, ежегодно выступает институт ревматологии, она тоже всегда входила в член направлений, тоже очень активно здесь работала, но она лауреат премии была при жизни, все, так сказать, вовремя. Вот, ну, просто я, так сказать, предваряю сегодняшнее мероприятие, это еще раз объявляю. И еще одно объявление, которое я должен сделать, наверное, тоже перед всеми. Мы вчера созвонились с ректором медицинского, ну, я не знаю, университета или институт в Донецке. Он кардиолог, профессор, очень известный человек на Украине с большим количеством регалий, довольно молодой человек, надо сказать. Ну, и я с ним договорился о том, что мы будем взаимодействовать с обществом. И пока мы договорились сделать там секцию, как мы сейчас сделали несколько секций там в Твери, в Хабаровске, в Белоруссии, в Витебске, в Бишкеке, также сделаем секцию в Донецке. У них было общество имени Образцова, но он говорит, что за эти годы, конечно, все рассыпалось, ничего не осталось, никакого общественного движения, в принципе, медицинского общественного движения там сейчас нет. И он был очень благодарен вот тому, что мы это дело решили сделать. Посмотрим, может быть, мы также договоримся с Луганским медицинским институтом, в принципе, как бы они там рядышком. Ну, мне кажется, что это будет для всех, для нас тоже хорошим ходом, потому что, ну, они будут участвовать в наших мероприятиях, слушать наши вебинары. Я думаю, что какие-то движения, так сказать, они будут, потому что наше общество, я напомню, это едва ли не единственное такое общество, которое все-таки занимается продвижением идей, продвижением новых направлений, новых работ, а не просто начитывают в угоду Биг Форме какие-то лекции. Мы занимаемся делом. Я считаю, что это очень хорошее, старое, исходно заложенное в нас качество, мы его должны развивать. Вот. Ну, а сегодня у нас торжественное заседание, посвященное чествованию номинанта прошлого года, 21-го года, потому что у нас процесс начинается с конца года, он там довольно длительный, участвуют в нем специально отобранные люди, которые голосуют. Вот. В этот раз мы решили присудить нашу премию Дмитрия Дмитриевича Плетнева академику Малееву. Ну, он является вроде бы тоже инфекционистом. и так, печать, инфекционист. На самом деле он терапевт, и насколько я знаю, начинал он работу вообще просто терапевтом, да, в деревне, врачом по нынешним временам общей практики. Вот. А кроме того, он известен тем, что он является основоположником, в какой-то степени основоположником вообще всей интенсивной терапии в России. Почему? Потому что он во время холерного эпизода, да, когда у нас, у нас в 61-м году началась пандемия холеры, да, насколько я знаю, и одна из вспышек была в 70-м? В 70-м? Нет, это в Астрахани, а официально она началась в 61-м, там были каракалпаки, еще что-то такое. Пандемия. Пандемия, да. Вот, но была астраханская вспышка, которая очень известна, про которую очень много мы всегда говорили, и именно в это время появилась вот разработка, ну, теперь уже академика Малеева, это растворы, большое количество растворов солевых, которые можно переливать больным, и, собственно говоря, в этом сегодня состоит лечение холеры. Я с удивлением обнаружил, что ВОЗ не рекомендует или особенно не рекомендует антибиотики. Я всегда считал, что все-таки антибиотики, это как бы, ну, идиотропная терапия, ну, а это патогенетическая. Оказывается, нет, оказывается, достаточно просто отлить соленой водой. Видите, что объемы большие, 8-10 литров в сутки, так, на минуточку, да, или даже 30, насколько я знаю, там бывает. Вот, то есть, это сверхбольшие объемы жидкости. Ну, и, в общем, вот нужно было сделать из этого не просто физраствор, это должны были быть взвешенные по ионному составу, да, полиионные, но они разные полиионные растворы. Вот, ну, и на самом деле это стало потом десолью, тресолью, официально выпускаемыми. Да, это стало регидроном, как мы знаем, который ушел из России. Ну, чуть-чуть украли, там бывает. Это обычная для нас история. Вот, то есть, получается, что академик Малеев стоял у истоков современной реанимационно-интенсивной терапии, потому что без растворов сегодня лечить нельзя. И все больные, у нас первое еще начинается любая интенсивная терапия, это установка капельницы, пускай это будет физраствор, или там какой-нибудь раствор тресоли, но это обязательный элемент. Без этого просто больных не лечит сегодня. Вот, конечно, мы это должны помнить. Ну, и кроме того, участие практически во всех вспышках всех инфекций в мире, это тоже такая немаленькая часть, потому что у нас не так много врачей, которые помотались по всему миру, по всему свету, и полечили там больных. это представительство не просто там школы, это представительство страны, реальное такое, да, причем речь же идет о тяжелых ситуациях, эпидемиологически тяжелых ситуациях, где массовые поражения, массовые смерти, где не так просто вы, если кто-то с этим сталкивался, не так просто работается. И там не всегда к вам по-доброму относятся, к врачам, иногда их считают врачами-убийцами, мы это проходили в России многократно, когда врачи отвечали за смерти больных в 20 веке, я напомню только, вот, поэтому это тоже огромное достижение академика, которого мы сегодня чествуем. Ну, собственно говоря, чествование нас стоит в том, что я вручаю торжественно нашу награду, сейчас я ее достану, она довольно тяжелая, опа, она вполне себе натуральная, это камень и металл, здесь ваше имя-отчество, а? В эфир, показываю в эфир, что это такая вот конструкция металлическая, здесь выгравирована фамилия, имя-отчество, дата, 21 год, вот, ну, вот такая вот награда лауреату премии имени Дмитрия Дмитриевича Притнева, спасибо, пожалуйста, спасибо, поздравляю, поздравляю вас, мы приготовили, естественно, цветы, тоже, вот, я думаю, что ее можно здесь поставить, а потом, да, потом уже, после того, как вы говорите, мы ее обоим, сегодня у нас речь пойдет о странной теме питания и инфекции, вот, и выступит академик Малей, так, а хотел, вы хотели поздравить, да, я правильно понимаю, прошу прощения, значит, еще некоторое время, нет, сюда, 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 тоже все стоим здесь, я профессор кафедры пропедевтических внутренних болезней, гастроэнтерологии и гипотологии, первого московского медицинского университета, руководителем которой является академик Владимир Трофимович Ивашкин, и поскольку Владимир Трофимович Ивашкин, он получил приглашение, как председатель президиума Московского городского научного общества терапевта, у меня, он попросил, он попросил меня, самым, к сожалению, не смог, но просил от своего имени, от имени до президиума нашего, городского московского общества терапевтов, вас поздравить с очень заслуженной наградой, сказать, что мы вас знаем и помним, и не только терапевты, но и гастроэнтерологи, учимся по вашим монографиям, посвященному гипотологии, поэтому желаем вам, самое главное, крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, прежде всего я благодарен и правлению Московского городского научного общества терапевта, Павлу Андреевичу, и комиссии, которая рассматривала мою кандидатуру за такую высокую оценку моего труда. Я, ну, мне в Казани уже вручили премию имени Семёна Семёновича Зимницкого, там у них своё было, я тоже там выступал, поскольку какие-то работы там были, которые касались этой проблемы. Ну, я должен сказать, что я особенно признателен, что оценили труды Валентина Ивановича Покровского, моего учителя, с которым я всю жизнь вместе был, поскольку, наверное, Павел Андреевич знает, что Валентин Иванович так его и недооценили. Некоторых там академиков награждали всем возможным, Валентин Иванович много сделал, и поэтому мне особенно приятно, что это вот общество, почтил его труды, его заслуги большие. И ещё Андрей Иванович Воробьёв говорил, что Валентин Иванович не только инфекционист, но он и лучший терапевт, он лучший среди терапевтов, он всегда это отмечал, его заслуги и так далее. Ну и я знаю труды Баркогана тоже, соответственно, потому что у меня даже есть книга «Гемостаз и инфекции в инфекционной патологии», я изучал его труды, поэтому приятно, что я думаю, что этот бенефис не только мной, но и Валентина Ивановича Покровского, и, соответственно, Баркогана и так далее, кто в этом направлении работал. Другая вещь, которую я хотел отметить, значит, одним из руководителей ещё моей кандидатской диссертации был такой профессор Булучёв Владислав Васильевич. Владислав Васильевич Булучёв, он был учеником Лукомского Павла Евгеньевича. У Павла Евгеньевича Лукомского было очень мало докторских диссертаций, только пять человек, Люсов, Сидоренко, может, знаете, защитили у него свои диссертации. Я видел Павла Евгеньевича Лукомского, ещё он мне подарил книжку, клинические лекции по кардиологии тогда. И, как вы знаете, Павел Евгеньевич Лукомский был учеником Дмитрия Дмитриевича Плетнёва. Там, может, какие отзывы и так далее. То есть, видите, как-то вот всё передаётся. Соответственно, начиная от Плетнёва, Павла Евгеньевича, моему учителю и так далее. И поэтому вот какая-то такая преемственность, мне почётно приятно, что такая преемственность существует. Ну, теперь позвольте мне перейти к моей лекции. Значит, я сразу предупреждаю, что у нас инфекционных болезней огромное количество, вы знаете, там, две тысячи и так далее. Но последние годы я вот занимаюсь эволюцией инфекции и такие проблемы, как климат инфекции, там, лекарства инфекции и так далее, которые обобщают, общий даёт подход к этой большой проблеме инфекции и всё, что нас окружает. Так. Ну вот, хотел просто начать с чего, что вот безопасность пищи, 600 миллионов человек заболевает ежегодно, 420 тысяч человек умирает, ну и большие экономические потери, вот в миллиардах они измеряются, ну и, понятно, влияет на окружающая среда, оказывает своё влияние. Ну и это были общие данные. А вот Европа. В Европе каждую минуту 44 человека, 23 миллиона жителей в год заболевают, около 5000 летальных исходов и так далее. Ну и большое число бремени болезни и она существенный вклад оказывает. Хотел бы в общих чертах отразиться на современных вызовах для обеспечения безопасности продуктов питания. Питание касается нас всех, ну и глобальный дефицит, вы знаете, грозит нам голод и так далее, существует. Появляются разные факторы рисков, производства, меняются модели питания, сейчас речь идёт об индивидуальном питании и так далее. Да, ну отсутствует исследование по отдалённым последствиям, антропогенная контоминация, затруднение безопасности, теневой оборот и так далее. Ну вот по поводу отсутствия исследований, вы знаете, вот на Целоне сейчас были беспорядки, там решили внедрить так называемую органическую технологию, когда они стали не использовать вот эти химические удобрения, решили использовать навоз, как раньше. Ну навоз у них испортился, продукты пропали, вот сейчас там дефолт, там происходят беспорядки и так далее. То есть всё это очень реально сказывается. Но я хотел отметить, что очень много людей голодает в мире. Вот видите, 821 миллион ложится спать голодным, да, значит, вот большая потеря веса у многих, полтора миллиона детей, каждый год умирает из-за малой нутриции. Поэтому это реальная вещь. Ну, существует унаследованный голод, когда недоедающая мать рождает детей, не получивших необходимого питания. Ну и дальше невидимый голод, когда не хватает железа, там витаминов, йода и так далее. Ну и, конечно, имеется тесная связь между неполноценным питанием и инфекцией. В зависимости всасывания нарушается, катаболизм повышенный и так далее. Иммунные механизмы, все это имеет место. Я уж подробно не буду останавливаться. Понятно, что прежде всего этих детей, которые с нарушением всасывания, питания, у них диарея основная, то есть острые кишечные инфекции идут большого количества. И это основная причина смертности в Азии, в Африке. Да, ну и другая ситуация. Вот здесь сказано пневмонии, бактериемии и так далее. И другие инфекции у них тоже протекают тяжело. И вот было сказано, что в Колумбии, даже если ребенок не очень тяжелая инфекция, но на фоне недоедания, летальность такая же, как и при тяжелой инфекции. То есть все это сказывается взаимно. Но в то же время, значит, если посмотреть, то в два раза больше людей на Земле страдает от избыточной массы тела. То есть если сравнить, миллион людей голодает, два миллиарда людей имеют избыточную массу тела и ожирение. Видите, каждый четвертый. И 600 миллионов человек, у них уже ожирение, которое превышает длину массы тела, больше 30 на килограмм на метр квадратный. Да, но это сказывается на инфекции. Вот вы видите, что тяжелое течение гриппа чаще бывает как раз в лист с ожирением. И то же самое осложненное течение гриппа. Эти факты известны. Да, ну вот такая ситуация с ковидом. Вы знаете, что основные умирающие, летальный исход у больных с ожирением выше на 45% здесь показано. Риск госпитализации выше и так далее. Да, ну вот даже такая инфекция, как туберкулез. Туберкулез, понимаете, тесно связанная с питанием. Ну мы привыкли, что недостаток питания влияет. Но оказывается, есть такой латентный туберкулез. Так вот латентный туберкулез, часть всего бывает при ожирении. То есть это сказывается. И вот терапевты, обсуждая такую проблему, как холестерин, липополисахариды в высокой плотности, низкой плотности, оказывается, тесное отношение имеет к туберкулезу. Этим никто не занимался. Но если у человека высокий уровень холестерина и так далее, то ему легче бороться с туберкулезом, если будет очень низкий. Поэтому, когда мы назначаем статины, все это надо иметь в виду. Обращает ли на это внимание или нет, я не знаю. Но это факты, литература соответствующая, есть и все. Ну и, наверное, надо сказать, что иметь новые технологии. Вы знаете, все время это производится. Хранение другое. Раньше мы вообще в холодильнике, там, в деревнях не знали. Пастеризация, транспортировка, интенсивные технологии в сельском хозяйстве, стимуляторы, ирригация и так далее. Все это оказывает тесное влияние. И мы видим, что изменяются приоритеты безопасности. Появились прионы, появились менингиты, аборты, которые связаны с питанием, споровая форма квастридия и так далее. Да, ну, этот слайд, он такой громоздкий, но он показывает, что сейчас нельзя оценивать бремя, так сказать, экономически и так далее, только в долларах. Мы все оцениваем, вот сколько долларов теряем из-за той или иной болезни. Вот там, где в Европе принято и во всемирной организации здравоохранения принято считать годы потерянной жизни. Не только потерянной, но и годы, так сказать, неполноценной жизни, с инвалидностью и так далее. Вот мы видим тут красным подчеркнуто, как много в Африке теряется из-за нарушения питания, сколько много лет, так сказать, целые годы жизни теряются только из-за того, что люди неправильно питаются или вообще находят недостаточное питание и так далее. Ну, здесь показаны ведущие болезни. На первом месте у нас тут шерихиозы, салмонеллезы, затем норовирусы и так далее, вот эти, ну, и глистные заболевания. Вот они больше всего составляют годы неполноценной жизни из-за этих болезней, их осложнений. Да, ну, это вот данные российские. Ну, видите, в период в 2020 году из-за коронавируса недостаточно было регистрации, обращаемости и так далее, как будто было снижение кишечных инфекций. Это динамика заболевания инфекционными диареями, да. Ну, и другая, тут видно, что больше половины этих болезней не устанавливается этиологией. Этиология только в меньшей части. Вот эта коричневая, эта этиология здесь не установлена. Ну, в 2021 году, вы видите, опять вспышки были, а в 2022 году еще больше. То есть мы догоняем этот уровень. То есть диарея у нас есть по-прежнему и так далее. Здесь представлено соотношение, что ты ешь и какая у тебя будет диарея. Вот какой микроб у тебя будет чаще выделяться. Там, в частности, вот где-то, вы знаете, яйца и так далее, с алмонелла, а вот листерии больше тут молочные продукты и так далее. Вот с фруктами часто связаны тоже листерии. Там были с какими-то сортами тынь связаны, были вспышки большие. То есть на это тоже надо обращать внимание. Ну и большая проблема – это антибиотикорезистентность. Специально я не буду, но вы знаете, что и животноводство, и птицеводство и так далее большое количество антибиотиков применяется. В 2010 году 63 тысячи тонн антибиотиков в мире применялось только вот в животноводстве и птицеводстве. К 30-му году, считаю, в два раза больше будет. То есть тоннами, большими тоннами, тысячами тонн определяется количество вводимых антибиотиков. Извини, ну вот, видно процесс весь, как это с животных и с растений поступает к человеку. Но здесь последний вывод важен, что один из пяти человек, который поступает в стационары, который никогда в жизни не принимал антибиотики, у него все равно находят эти резистентные бактерии и так далее, поскольку он питался, он никогда не принимал антибиотики, но питаясь, он, так сказать, все равно насыщал свой организм этими антибиотиками. Вот лидеры по содержанию антибиотиков в продукции животноводства здесь представлены, Китай, Индия, Иран, Турция, Кипр и другие страны, да. Вот тут показано годовой объем потребления антибиотиков в медицине и ветеринарии на примере Дании. В левой части слайда мы видим синим, это ветеринарии, а вот коричневым это у нас в медицине. Ну вот тут ситуация какая была. До 97-го года в Дании антибиотики свободно продавались. Потом в медицине ограничили. И уже вот этим желтоватым показано, что в медицине количество не растет потребление. Но как резко оно растет желтного. В ветеринарии, вот этим синим, оно нарастает, то есть все больше и больше идет потребление. Хотя в медицине уже они смогли у себя, по крайней мере, у себя в стране ограничить. Ну здесь представлено, что если вы съедаете килограмм мяса в какой стране, сколько каких антибиотиков вы тем самым получаете. Сколько вы получаете антибиотиков, съедая килограмм мяса в России, я не знаю, таких данных нет. Ну вот видно, какие чаще все тетрациклины, но и другие антибиотики тоже. Так что съедая мясо, вы должны килограмм помнить об этом. Ну и оказывается антибиотики очень тесно связаны с ожирением. Эти данные Соединенных Штатов. На это здесь показано, какие районы, где больше всего, более окрашенным дают Южные Штаты, там, где больше всего дают антибиотиков. Ну и тут ожирение же больше. Трудно сказать, то ли, потому что, значит, ожирение связано с воспалительным состоянием, системное воспаление, как вы знаете, и надо, не надо дают антибиотики, обязательно или нет, но их дают, то ли антибиотики провоцируют, то ли это такой заколдованный круг, но факт, что прямая связь здесь с ожирением и антибиотиками. Ну и вещь, такая вещь, которая обязательно всегда нас сейчас в современной жизни привлекает, растущее вовлечение вот этого сообщества в сферу общественного питания, торговли в ряде стран. Среди них много описанных эпидемий, и дизентерии, и зоны, и флексера. Дело все в том, что сейчас они в приоритете их берут в эти бары, в органы питания, их причем не проверяют. Эти люди очень часто там находятся, они гуляют в мероприятиях, фестивали и так далее, и все это вместе тоже сказывается, скончается все обычными инфекциями. Да, ну и глобализация производства, когда мы не знаем, откуда поступил продукт, как он, очень трудно проверить, когда в одной тарелке из разных стран тоже это оказывает существенное влияние. Ну и очень важна онлайн-торговля, которой все больше раньше такого не было, сейчас она расширяется, видите, она нарастает, увеличивается в 10 раз в 2022 году, особенно в период ковида, видите, продажи еды через интернет в 2020 году выросли в три раза. Да. Ну и существует такая вещь, как прионные болезни, Кретьсфельда Якоба, который распространял через международную торговлю продукты мясо и костяная мука, боялись завозить в Россию и так далее, и через кровь, кровяные продукты, дальше через медикаменты. Ну и большая проблема – это домография питания. Дело все в том, что нам скоро не хватит продуктов. Вот если вегетарианское меню будет, то хватило бы кормить 6 миллиардов. Вот я показал на апреле этого года практически 8 миллиардов населения. Вот я тут данные официально сделал. Ну и понятно, что мясных колоклит и рамштексов нам не хватит. И согласно прогнозам, в 1950 году потребление продуктов питания с 2012 года из-за роста наземления земли удвоится. Да. Ну и тут вот сказано, что самое большое падение ожидает, по данным ООН, за последние годы мировое потребление мяса, белковых продуктов, в том числе и мяса. Да. И, ну вот, в Китае и так далее большая часть мирового производства мяса падает. Болезни, африканская чума свиней и так далее, которые сильно сказываются на продукции желудноводства. Ну и тут тесно связано с климатом, потому что вырубают леса амазонки с тем, чтобы там сою производить и так далее. В результате тропический лес разрушается и, конечно, они являются легкими планетой, поэтому на это надо обращать внимание. Ну и тут понятно, что избыточно выделяется метан, СО2, закись азота. Все это выделяется в атмосферу при процессе животноводства. Вот что особенно меня удивило, это что 50% всей воды в Соединенных Штатах идет на выращивание животных для пищи. То есть основное количество воды у них идет не на людей, а на животных, выращивание, сколько надо. Ну и понятно, вот написано, если один человек заменит потребление мяса в веганской диете, выпрос углекислого газа уменьшится и так далее. Да, ну вот такая ситуация. В развитых странах сейчас практически очень мало растет потребление мяса. Растет, вот зеленым показано, но незначительно. Но вы посмотрите, как резко выросло потребление мяса в развивающихся странах. Они дорвались до мяса. Раньше они голодали, мяса не было, теперь они дорвались, они хотят есть только мясо. И вот все это сильно сказывается, на общий объем. Да, ну что они едят? Там, к сожалению, в Африке не очень будешь разводить коров и так далее. А 75% возникающих конфликционных заболеваний происходят из животных. И не менее 2-3 из них происходят в дикой природе. То есть употребляется мясо диких животных. То есть мясо, понятно, без ветеринарного контроля и так далее. Тут и глистные заболевания, и гепатит, и так далее. трехинолиоз. Да. Ну вот, человеку, так сказать, употребляет пища обезьяна, может отсюда идет, в том числе и оспа обезьяна, о которой мы говорим, тоже с этим связано. Идет потребление продуктов, потому что понять, когда обезьяна больна, а когда нет, это не всегда возможно. В общем, только 1 миллион тонн, 1 примерно миллион тонн продуктов только в Центральной Африки, это вот мясо диких животных. Каждый год, значит, вот миллион тонн мяса диких животных употребляет в Центральной Африке. Да, ну, в результате мы видим эпидемию лихорадки Эбова, когда больше 11 тысяч, так сказать, заболело, нет, заболело 28 тысяч, здесь показано, 11 тысяч закончились летальным исходом. Сейчас происходит лихорадка Эбова идет в Демократической Республике Конго, вот тут перечислены другие страны, когда были в 14-16 годах и так далее. Следствие тоже употребление мяса диких животных. Вот во Вьетнаме пьют вот эту кровь, холодную кровь пьют птиц, употребляют такое блюдо, в ресторане подают свежие крови утки. Птичий грипп, главная причина вот развития птичьего гриппа, эпидемии большие, при птичьем гриппе летальность достигает 50%, очень высокая, хоть случаев-то мало, но тем не менее это связано с тем, что употребляют вот эту кровь и так далее. Ну вот это вот цвета. Вы знаете, что SARS-CoV-2, там сейчас, а вот блок 1 в 2002-2003 году была эпидемия SARS-CoV-2, то есть это называлось атипичная пневмония, синдром-то атипичной пневмонии. Так вот, ели вот эту кошечку, ели цвета, которая называлась, пальмовая такая кошечка, цвета, и вот произошла эта атипичная пневмония, когда кто-то ел ее, эту кошечку в Китае, а в Канаде люди умерли, потому что разъезжались и так далее. Там какой-то известный французский профессор умер вследствие этого, который первый диагноз поставил. Ну и второе, в 2012 году началось коронавирус. Другое, это вот среднее, недоуистый респираторий синдром, то есть ближневосточный респираторный синдром, который вызван коронавирусом, он продолжается до настоящего времени, летальность 35%, вот вы видите, сейчас зарегистрировано 2591 больной, почти 1000 летальных исходов, ну вот где-то 35% такая летальность. Вот виноват такая симпатичная летучая мышь, которая называется могильный мешкокрыл, резервуарный хозяин этого вируса, дальше речь идет о одногорных верблюдах, поражает одногорных верблюдов, азиат, они, особенно в Саудовской Аравии, вот в этих Эмиратах, там употребляют молоко этих верблюдов, мясо этих животных употребляют, ну и общаются с ними тесно, поэтому у нас вот большое количество до сих пор угрожает, почему они приезжают в Европу, и в Европе часто у них проявляется это заболевание. Вот так в Индонезии употребляют этих летучих мышей, яленых, жареных и другие, вот эти мышки, которые вызывают тяжелый Менингенцефалит, который НИПА называется, вирус НИПА, хинипавирус, вот, вот эти мыши, крыланы, так называемые крыланы, летучие мыши, они распространяют эту инфекцию. Вот собирают пальмовый сок, как у нас березовый, собирают в деревьях, но туда испражняются эти летучие мышки, вот этот человек продает этот пальмовый сок, ну и вот здесь представлена вся эта картина, и свиньи употребляют эти фрукты и так далее. Это тяжелая инфекция, которая распространяется в странах, в Индонезии, в Бангладеше очень много, в Малайзии, в Австралии, вот эти вот тяжелые инфекции. Вот здесь представлено, сколько, 639 случаев, вот этого НИПА, НИПА самого Менинга-энцефалита, очень тяжелую летальность, 59%. Да, ну и у нас вот, когда на Севере употребляют кровь, мясо, сырое мясо диких, диких и домашних оленей и так далее, которые не обрабатываются, и вот были нами описаны клинические особые формы сибирской язвы, орофарингеальная форма. Раньше мы знали, бывают кожные формы, бубоны и так далее, легочные формы, септические формы. Вот здесь новая орофарингеальная форма, налет на миндальных, ребенок умер, один из них, да, ну вот тут показан генгивит и увеличение лимфоузлов, характерно, да. Вот в Вьетнаме одно время не хватало крыс, которых потребляют, и они тогда покупали их в Камбодже, потому что когда была война, в этот период они жили в лесах и употребляли вот этих грызунов. Это данные из газеты. Да, ну и есть такой гепатит Е, может вы знаете, он распространен широко среди населения разных стран мира, в том числе является переносчиками, что ли, такими, или резервуаром, так и свиньей является. Вот здесь показана зараженность свиней, она очень высокая, Михаил Иванович Михайлов занимается этой проблемой. Вот и видите, в странах мира вспышки, были вспышки, у нас была в Коврове большая вспышка в Владимирской области. Вот это было как раз в 2019 году, заболеваемость перзаногепатитом Е, который у нас регистрируется недавно, но тем не менее это случай имеет, хотя мы, конечно, скринингами не занимаемся, не проверяем население. И вот особенно опасны молодые. Так что, если будете есть, молодых поросят надо есть очень аккуратно, потому что потом период проходит, у свиней только антитела, а вот сам вирус выделяется до 3-4 месяцев, выделяется вирус из органов свиньи. Да, ну и тут есть такое дело, такое сообщают, что мясо делают клетки человека уязвимы до кишечной палочки, существует такая N-глюкалилм нейроминовая кислота, которая накапливается в клетках людей-любителей мяса, энтерогеморрагические шикотоксигены кишечной палочки, они поражают людей с наличием в клетках указанной вот сиаловой кислоты. Поэтому, конечно, характер кишечной инфекции, который у людей зависит от того, какой продукт они потребляют. Вот другая ситуация, есть такой клещ одинокая звезда, и вот при укусе этого клеща в Соединенных Штатах там в организм такой приносится десахарид, альфа-гал или галактоза, альфа-галактоза, и он провоцирует сильную воспалительную реакцию. И оказывается, в мясе, которое потребляем, тоже есть это, такой же есть десахарид, альфа-гал, и поэтому, когда потребляют мясо на фоне того, что одновременно укус клеща, то бывают очень сильные аллергические реакции. И реакция может развиться даже через 8 часов после употребления мяса. Ну и поиск способа производства мяса. Мяса не хватает, как мы говорили, белга не хватает, поэтому что делать? Ну вот синтетическое мясо делают. Но, во-первых, оно более экологично, понятно, но тоже там заносятся ферменты, антибиотики, я уже не говорил, что оно дорогое, гамбургер будет стоить 300 тысяч долларов и так далее. Поэтому это тоже не решение проблемы, это мясо. Ну, дальше речь идет о рыбе. Ну, вот тут показано, что где-то 47% рыбы сейчас производится в аквакультуре. То есть уже в ряде регионов запрещено вылавливать рыбу в, так сказать, свободной воде, а все только разводится в аквакультуре. Вот аквакультур, да, рыба нужна, обеспечивает рыбу, белки рыбы 56% потребности организма взрослого в протеине. Это правильно, но вот, к сожалению, не хватает, на каждого жителя не хватит, если мы будем все есть лосось. Ну, и беда в том, что это ограниченное, не решили много проблем. Идет органическое загрязнение вот этой среды, этих аквак, бассейнов, аквакультуры. Накапливаются органические элементы, понятно, туда добавляются антибиотики и так далее, дефицит кислорода, поэтому это очень трудно выращивать, и бывает так называемый фитоплантон, красный прилив к массовому, при этом происходит массовый мор у вас очень в берегах, в Чили было, погибло 27 миллионов рыб, видите, то есть эти проблемы многие не решены. Идет генетическое загрязнение, очень часто вот эта рыба рвет эти сети и выходит в окружающие, вместе она смешивается с рыбой, даже если вы ловите рыбу уже не в аквакультуре, рядом, то она тоже может быть, так сказать, измененная, загрязненная антибиотиками и так далее, за счет того, что вот эти смешения происходят. Ну и химическое загрязнение, противопаразитарные препараты, средства для очистки и обрастания с, так сказать, сети этих, антибиотики применяют, кормовые красители применяют, все это сказывается. Вот полный отказ от использования антибиотика на ферме дает возможность продавать рыбочную рыбу на 30% дороже средней цены. Но этого никто делать не хочет, поэтому добавляются эти антибиотики. И другая есть, есть такая паразит такой, такая вошь, лососевая вошь, которая бьет сильно по этим, по лососи, и поэтому большая гибель, надо с ней тоже бороться, создает большие проблемы. Ну, продолжение этой проблемы тоже тогда. И вот существует даже день борьбы с лососем, индейцы голосуют против аквакуультура лосося, против аквакуультура многие страны возникают, возмущаются, в Норвегии это большая проблема, когда там рвутся сети, они все выходят на ловлю сбежавших рыб и так далее. Да, ну вот как это дорого, вот в Дании опять решили, чтобы сократить противомикробные препараты в аквакуультуре, производится вакцинация, вы представляете, сколько будет стоить эта рыба, если надо предварительно вакцинировать и так далее, чтобы это все было. В общем, будут соответствующие проблемы. Да, ну это вот у нас численность заболевших апистархозом в Российской Федерации. Здесь видно, как будто снижается, но тут недооцениваются хронические формы. Это только острые формы идут. А как вы знаете, хронические формы, они провоцируют тяжелые циррозы печени, гепатиты, онкозаболевания, онкозаболевания печени часто связаны с апистархозом. Огромное количество людей в Тюмени, в Сибири и так далее там страдают от этого апистархоза. Ну вот имеется на Приморском крае кулонархоз, тоже большая заболеваемость и медиодовая. Вот особенно карась, вот сом и так далее, возможные источники заражения. Другая ситуация, это анкостомидоз, вот они есть, они тоже самые гресты в Приморском крае, продолжают жизнь вот этих анизокидозов. Вот такая личинка в желудочно-кишечном тракте, они закидывают под следствием свой желудка человека. Вот анизокидоз, большая проблема в Японии, на нее обращают внимание существенное, ну и профилактика, это нельзя употреблять сырую рыбу, сырые морепродукты, очень много заболеваний из-за суши, вот эти суши, которые применяются, конечно, они тоже очень часто, мы видим отравление после их применения. теперь другая проблема это рыбные войны идут, рыбы не хватает, целый ряд стран, Исландия с Великобританией воюет, из-за тресковых войн, тунцовые войны, здесь кальмаровые войны, крабовые войны, вот палтусовый, брексит, который привел рыбные войны и брексит между Англией и Францией, да, ну и вот, теперь вы мне скажете, что делать, скажете, а вот может вегетарианцем быть, если ты будешь вегетарианцем, тогда инфекции не будет, нет, инфекции вас тоже и там найдут, потому что очень часто в результате такого питания вегетарианского развивается анемия, о которой Павел Андреевич рассказывал недавно, тяжелый, особенно дефицит витамина В12, ну и тесно это связано с воспалением, и поэтому ковид у этих веганов протекал более тяжело, и поскольку там и анемия, и все это нарастает, ну и существуют другие проблемы, есть такое понятие из-за резкого из-за увеличения потребления в пище бобовых развивается синдром дырявого кишечника, есть избыток потребления, описан такой синдром, конечно, он сказывается на бактериальных инфекциях, за счет этого увеличивается, нарушается микрофлора, и все это имеет большое значение, вот это синдром дырявого кишечника самый, да, и было большое отравление, где-то 4 тысячи человек заболело, где-то, где-то около 800, там так далее, вот летальные исходы были, связаны с тем, что из Египта в Германию завезли пожитник, такое бобовое зерно, которое применяет семя, что ли, которое применяется как раз в вегетарианских диетах всех, и была огромная ситуация, вызвана гемолитиково-ремическим синдромом, был тяжелый гемолитиково-ремическим синдром, эшерихия коля, О-104, вот она вызвала, и поэтому, вот видите, тут большое количество, особенно в Северной Германии было. Ну и дальше, что нам делать? Вот тут написано, что тарелка будущего, что делать? Вот рекомендуется традиционный, новые источники сырья искать, новые белки надо искать, новые социальные ниши, персональное питание, что делать? Ряда отраслей отмирает, перестают производить какие-то продукты и так далее, то есть это большая проблема. Вот показано, сейчас белок делается из растений, делается молоко из растений, яйца из растений, мясо и рыба делается, все на основе синтеза растений применяется. Из водорослей много чего делается, применяют, так сказать, вот культура, особая ферментация, биомасса ферментируется, молекулярная агрикультура и так далее. Вот видно, что нас ждет в ближайшие годы. Вот одна из таких особенностей, вот вы видите, здесь происходит то подъем, вовлечение этих продуктов, то опять недовольные люди, не все люди могут привыкнуть к этим продуктам. Ну и вот одна из продуктов, который сейчас усиленно применяют в Европе, это насекомые. Известно, что существует более 100-900 видов съедобных насекомых. Это жуки, здесь показаны чаще всего, пчелы, осы, бабочки, кузнечики, термиты. И в Африке употребляют 250 видов насекомых, в Мексике 549, в Японии употребляют ос, в Китае и так далее. И вот в Европе пять стран, сейчас уже больше, особенно вот в Финляндии, у них существует, значит, еда, так разрешили проблему съедобных насекомых внутри страны с сентября 1917 года, особенно в белковой части и так далее. Ну, чаще это черви, домашние стерчки, тараканы, саранча и так далее. Вот эти продукты продаются в Москве. Я там ничего не рекламирую, я их сам не употреблял, но вот такое существует. Причем очереди стоят в Москве, не хватает этих продуктов, любителей много. Вот видите, мука из саранчи, кузнечики в темном шоколаде, консервированные скорпионы, тут большой набор различных продуктов. Ну, вроде экология хорошая, почему? Потому что, во-первых, не надо много корма. Средний 2 килограмма корма переходит в 1 килограмм белка от насекомого. А если мы будем корову кормить, то надо 8 килограмм корма, чтобы получить 1 килограмм прироста массы тела. Ну, нет парниковых газов не будут, они могут питаться отходами, ну, меньше воды и так далее надо, поэтому вроде выгодно. Ну, и у них микроэлементы есть тоже, поэтому вот полезные они в этом плане. Всего различные, да. Ну, с тем, думали, раз назначит это, то уже не будет инфекции. Но оказывается, кузнечики поражаются своими болезнями, у них свои заболевания, есть сверчковый паралич, вот, и поэтому это надо тоже все учитывать, пока еще мы массово не перешли на еду насекомых. Да, вот австралийцев призвали не есть слизни. У них бывает, поражаются оболочки головного мозга, тяжелый менингит бывает, но они продолжают употреблять вот этих слизней. Да, и вот было специальное исследование проведено, где посмотрели, какой риск будет, если мы будем потреблять вот насекомые и так далее. нашли, что у них обнаружено большое количество паразитов у этих насекомых, обнаружены паразиты и патогены для насекомых, паразиты потенциально патогены для людей, и понятно, но тем не менее, они, европейцы говорят, что сведомные насекомые, недооцененный резервуар патогенов животных и человека. Да, ну и что делать? Вот собрались ученые, стали думать, что делать, не хватает продуктов. Ну, говорят, что нужно повторное, то есть неиспользованные продукты вновь давать. Ну, надо сокращать объем потребления, да, ну, нужно годность пересматривать. Вот Россия единственная страна, которая указывает дату выпуска и срок годности. Нигде это не указывается. Поэтому ищут, как сэкономить. Ну, и вот одно из решений этой проблемы, это в некоторых ресторанах ввели закон чистой посуды, штраф за остатки пищи на тарелке. Видите, в разных странах существует такое. Ну, и это шутка. Организм ослаблен потреблением мяса, не способен бороться с инфекциями. Это 12 стульев, Вильф и Петров. Я не хочу, как говорится, вам портить аппетит, но вот такое высказание было. Спасибо за внимание. Вопросы? Давайте посмотрим. Там не было вопросов? Давайте посмотрим. Выключишь? Сейчас я посмотрю вопросы. Учитывая вред человеку от применения антибиотиков в животноводстве, может быть выход из этого распространение вегетарианства с налаживанием поступления железа не из мяса, а из других продуктов? Ну, вы вроде бы об этом сказали. Ну, да, но анемии, знаете, Б12, вы лучше меня знаете. Ну, не только анемии, там много чего будет. Антинутриенты там есть, и все, что хотите. Дырявый кишечник, конечно. Да. Так, ну тут они между собой уже... Общаются. Общаются, да. Человечество рухнет в дефиците вегетарианское. Далеко не все вегетарианцы имеют дефицит железа. А белок и Б12 можно из других продуктов получить. Ну, можно, да, из мяса. Да. Жить на одних добавках. Овощи, творог, бобовые яйца. Ну, как бы просто вот... Нет, ну, и сейчас делают из растений. Сейчас синтезируют на основе растений, делают яйца, делают из растений рыбу. Молоко есть из растений. Вы видите, продается молоко из растений. Сейчас есть овсяное молоко. И уже есть овсяное молоко, есть другие. Ищут белки из водорослей что-то. Вот из насекомых делают. Так сказать, из все эти белки. Шесть типов замещения белка существует. Ферментации и так далее. А с бактерий делают их. Как вы относитесь к генетически модифицированным продуктам? Ну, генетически модифицированные продукты, так сказать, как вот делают, когда уже не будет хватать продуктов в этих странах во всех, когда вот где-то там рис не производится, гибнут культуры, надо прокормить население, то здесь уже вопрос не идет генетически. Хотя бы это население, которое живет сегодня, оно бы выжило. Потому что не хватает. Не хватает особенно рис там и так далее. население, огромная часть населения мира питается рисом, пшеной, другими крупами. И поэтому, когда падает производство резко, то есть мы тоже против, чтобы употреблять эти удобрения какие-то химические и все. Лучше какие-то органические и так далее. Но не получается. Приходится для повышения, так сказать, большего количества культур. Уже люди идут на то, что не думают об этом. Ну, про генномодифицированные вопросы. Что задавать вопросы? Вы же все прививались от ковида генномодифицированного вируса. Поэтому вы и были рады, и счастливы. Вот, которые не прививались, тем могут обсудить. Но я напомню, что в этом году у нас произошла пересадка сердца от генномодифицированной свиньи. Впервые в истории человечества пересадили от свиньи генномодифицированной, где несколько генов удалили, несколько генов добавили, и человек помер от чего? Трудно сказать. Как? Нет, известно от чего. От вируса, но свиного. Да, свиного цитомигаловируса. Цитомигаловирус свиньи. Читал, да. Ну, это такая тоже тема. То есть, вроде как все почистили, все отлично. Ну, помер от инфекции. Цитомигаловирус, да. Ну, у нас чаще всего, когда они могут найти причину, говорят, помер от инфекции. Ну, я тоже, на самом деле, далеко не уверен, что он умер от цитомигаловируса. Но написали так. Ну, в том числе, да. Может быть и так. Еще вопросы? Давайте, профессора. Скажите, пожалуйста, в этом году в Санкт-Петербурге была очень большая проблема. Впервые Борюшко, большие партии, ну, мы, как оказались, рожжевые, представлены, все-таки мои, я не хочу сказать, если я так не знаю. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Все-таки Борюшко и никогда такого не было. Может быть, это вообще какие-то повески наших друзей. И, конечно, только что делать, чтобы заморозить этот период, в Борюшко не получится. И, по-новому, замораживаться, и после этого ее пускать в продажу. Ну, проблема. Первая экология, конечно. Ну, Борюшко хорошая рыба, но первая экология, кто там следит, что там выбрасывается. У нас это постоянно, это не контролируется. Вы знаете, и вот эти мусорные свалки, стоки и так далее, то есть все это имеет место, никуда не девается. Ну, и какие-то заболевания рыб есть. Вот я, например, вот в этом, когда был птичий гриб, в тот период я приехал в Норвегию. И они меня стали спрашивать в Норвегии. Говорят, что у вас, какая вот проблема птичий гриб, как? Я говорю, да есть. Они говорят, вы что вы, у нас рыбий гриб. Вот рыбий гриб для Норвегии это большая проблема. Оказалось, что? Что это вот типа прионная болезнь. То есть вот в этих аквакультурах отходами умерших рыб кормят вот и настоящих рыб. Когда разводят, вот берут отходы, перерабатывают их и кормят вот этих рыб, которые только развиваются. И потом у них вот это мясо ползет. Мы покупаем с вами вот эту форель и так далее, норвежскую покупаем. И некоторые... Мяса нет, ползет. Прямо это мясо расползается и так далее. То есть вот это для них вот большая проблема производит. Поэтому что-то есть. Ну, я не знаю. Я связывался с зоологами. Есть целая разновидность болезней рыб. Понимаете? Нам приходится иметь с ними дело. Вегетарианцы изучают болезнь животных и целое направление. А болезни рыб мало кто изучает. Но это имеет место. Поэтому трудно сказать, что это. Честно говоря, когда мы обсуждали птичий и свиной гриб, я хихикал, что скоро будет рыбий гриб. Сейчас вы меня опустили просто. Норвегия? Да, у нас, говорят, рыбий гриб. Какой там? Да. Все это есть. Ну, я же говорю, 63 тысячи тонн в 2010 году антибиотиков давали в животноводстве и птицеводстве. Ну, понятно. Вот то же самое рыбы кидают туда антибиотики, выращивают и все это. Да, одна из причин, я хотел сказать, почему у африканцев едят мясо диких животных. Они нам говорят, вот вы едите мясо, которое с антибиотиками. Вот мы едим мясо диких, где там они считают, что антибиотиков нет. Ну, тоже там влияние есть, конечно. Но, может, там меньше. Потому что обезьяну или крысу антибиотиками не кормят. Понимаете? Поэтому, кто и знает, может, там выгоднее. Вопрос, который сейчас вот всех очень волнует, это вопрос оспы обезьян. Значит, она же ведь очень похожа на настоящую оспу, в принципе, да, морфологически. Несколько слов можете сказать? Потому что... Да, конечно, да. Ну, ситуация какая? Значит, ситуация, да, есть большая группа. Вот это ортопоксвирусные инфекции. Просто мы знаем инфекции, которые вот у нас появляются и так далее. А много таких инфекций, которые вот так... Коронавирус, он где-то шёл в природе. То есть я всегда настаиваю, не всегда все согласны, что практически все инфекции имеют природное начало. То есть они находятся в природе. И вот эти ортопоксвирусы, их не меньше, чем коронавирусы. Понимаете, их большое количество. Ну, описано вот сейчас вот Аляска, поксвирус, там у песцов было. Есть слоновья, значит, оспа. Есть вот, ну, понятно, оспа коров. На основе этой оспы коров делали вакцину для прививки людей. Вот это, собственно, по латыни корова называется вак, а поэтому слово вакцина, оно происходит именно из того, что вот первые коровы были. Поэтому, да. Поэтому вот, так сказать, вот это вот в природе существует. Я говорил, что ликвидировали мы вот эту оспу. Но кто знает, ведь, понимаете, я остановлюсь, есть гарантия, пока ни одну инфекцию, кроме оспы, ликвидировать не удалось. И у меня спрашивают, а почему оспы удалось, почему другие не удаются? Я думаю, что через какое-то время изменится, появится какой-то из этой группы ортопокс-вирусов какой-то другой вирус. Может, назовут и иначе, уже не назовут натуральное оспы, как-то по-другому, но это никуда не денется. И вот потихоньку, по мере того, как мы перестали вакцинировать людей, появилось, оживилось вот эти другие оспы, и вот это, в том числе, и оспы обезьян. Там сама обезьяна, она жертва, она не виновата, виноваты грызуны, которые в лесу. Вот есть такая веревочная белка, которая как на канате прыгает по деревьям, она и так далее. И вот общается с обезьянами. Ну, конечно, одно из то, что вот едят их, употребляют их и так далее, общается. К счастью, они протекают менее тяжело. Летальности такой нет, как при натуральной оспе. Но всё может быть впереди, кто знает. Вот, по крайней мере, вот где-то в Демократической Республике Конго, вот в этом году, за три месяца было 1018 случаев вот этой обезьянии оспы. 52 человека умерло в Демократической Республике Конго. Вот, поэтому, ну, как вам сказать, если бы прививки были, вот, например, те, кто привит, натуральная оспа, у тех не будет. Это обезьяньи оспы, в общем, защита какая-то есть. Но вакцинация очень тяжёлая. Поэтому мы прививались в детстве. Вот в детстве прививаться легко. А потом, вот если взрослые люди будут, то по сравнению с прививкой, вот коронавирус, это более лёгкая прививка, чем прививаться вот этой оспенной вакциной. Поэтому, да. Ну, так, проявления очень похожи. То есть, так сказать, сипы вот это, и сначала везикулярные, потом гнойные боли, так сказать, другие паповые там и так далее. Ну, понятно, лимфоузлы, понятно, мышечные всё. Но одна из причин на первом месте там контактный путь. Говорят, воздушно-капельный контактный. Ну, тут часто тесное общение, употребление общих. Ну, вот тут, вот в 1959 году, когда в СССР завёз этот художник, как Арекин завёз эту оспу, художник, он купил в Индии ковёр, какой-то дорогой ковёр купил, подарил своей любовнице. Вот этот ковёр, понимаете, ну, дело, как всегда, видимо, Бог наказывает, или что, я уже не знаю, как или наоборот. Кончилось всем ионы, и любовницы, все умерли, понимаете, там всё это было. Вот, поэтому особенно опасно вот это общение, полотенце, там, подстилки и так далее, салфетки даже, всё это очень опасно. ну, ну, и сейчас, вот, всего 92 случая, сейчас 12 стран. Ну, у меня такое подозрение, что это связано с этими, МСМЭ, мужчины, имеющие секс с мужчинами, потому что там нет женщин больных, болеют в основном мужчины, болеют в возрасте от 30 до 40 лет, всё это известно. Были какие-то ночные клубы, есть в Антверпене такой клуб Дарклэнд, когда, ну, тёмная страна переводится, тёмная страна там, вот, они общались между собой, потом разъехались по всем странам. Нет, ну, кто-то занёс из Нигерии, конечно. Первый приехал из Нигерии, занёс это, а затем уже, так сказать, прошло. То есть, это одна из категорий лиц, которые переносят, к сожалению, у меня есть специальные инфекции, вызываются секси-инфекции, тоже такое направление есть, но я не хочу читать, потому что забракует тут это самое. Ютуб у нас вырезал в прошлый раз. Да, Ютуб в тот раз забраковал, мало того. Лекция вот здесь лежит, кто хочет, может взять. Мало того, увидела случайно моя жена, говорит, ты что, на старость лет с ума сошел, что ты пишешь, текст инфекции, я назвал ИПП на современном этапе, да, ну, что делать, как-то надо было, да, ну, вот имеет место, куда дерутся, этих инфекций очень много. Виктор Васильевич, еще вот такой вопрос, он периодически возникает, он, кстати, такой терапевтический, я бы сказал, не совсем инфекционный. Мы с вами помним все стрептококковые инфекции. Да, да. Пневмонии, нефриты, ревматизм. Да, скарлатина была. Скарлатина, да, смертельная. Раньше была. Да, потом это все куда-то исчезло. Ну, да. Сейчас отдельные спорадические вспышки ревматизма бывают, вот я знаю, что описано было в армии в Соединенных Штатах такая вспышка, там лет 10 назад, а в общем ревматизм ведь исчез. Ну, как, стрептококковая вроде болезнь, да, ее нет. Да, исчезла стрептококковая пневмония, ее тоже, в общем, нет. Как вы думаете, а почему ушел стрептококк? Что, что привело к такой, ликвидации этой инфекции? Ну, пневмония есть, это пневмококк называется. Не, пневмококк есть, а про стрептококк. ну, он относится к стрептококкам, да, Андрей Алексеевич? Да, он же стрептококк в основном. Стрептококк, это другая пневмония. Нет, он все-таки, он все-таки, там, разновидность называется стрептококкопневмония. У него название стрептококкопневмония, ну, вот так, да. То есть, это имеет место. Ну, я что говорю? Я говорю всегда, у нас раньше Инфекция имеет законы цикличности, причем так же, как природа. Но мы не знаем, почему в этом году май такой холодный по сравнению с другим. Никто ничего сказать не может. Природные явления. Поэтому мы не знаем, почему такие циклы происходят. Почему вдруг повышается, потом падает, потом опять что-то появляется. И в советское время тогда, когда эти эпидемии кончались, говорили, что это достижение партии, правительства, вот мы меры приняли. И вот, значит, болезнь мы победили. Но свои законы, которые не всегда происходят. Никто не знает, почему это ковид возник. Есть мнения разные и так далее. Поэтому то же самое касается. Какие-то другие. Одно время был такой токсический стрептококк, назывался корниед, который разрушал ткани. Был большой колец стрептококков, женщин с этими менструальными тампонами были. И огромные шоки были. Такие описания тяжелых стрептококков, да, таких стрептококков поражений. Я думаю, что придет время, будет, все будет. Никуда не денемся. Может, не в нашей жизни. Мы не знаем, сколько эти циклы длятся. Если эти циклы длятся по сто лет, то мы уже следующее поколение только увидят их, а не мы. Да. И будут думать, что это такое. А кто-нибудь вообще похожие модели строит? Ведь это же можно попытаться смоделировать. Сейчас же искусственный интеллект для этого есть, такие вообще умные вещи. Ну, значит, вот попытались делать математики, делали модели. Когда кончится ковид, чего да, строили. Причем подключили академические институты. И там была сессия академии, посвящена, вот, когда обсуждался ковид, было, выступал математик из Новосибирска, я слышал. И он рассказывает, что мы применили какую-то модель Монте-Карло, такие названия красивые, еще какую-то модель с красивым, какая-то розовая модель, такую модель, такую. Потом этот самый, президент Академии его спрашивает, ну, так когда закончится коронавирус? Ну, мы это не изучали, мы только сравнивали эти модели, мы смотрели, какая модель лучше, какая нет, а вот мы не можем пока ничего сказать. То есть, даже, понимаете, вот это конкретно не могут, а поэтому построят. Ну, и какие-то работы с этим моделированием, они очень опасны. Почему опасны? Потому что есть такая функция, у вирусологов называется gain of function. То же самое думали по поводу коронавируса. То есть, что можно сделать? Ученые, сидя в лаборатории, могут начинать создавать более, они моделировать, пытаться на животных и так далее, создать более сильную патогенную форму. Вот можно такую, а можно создать другую, можно ослабить действие, ослабить, а можно в эксперименте создать очень патогенную форму. И вот боятся, что если эта форма появится, понимаете, то потом она уйдет, так сказать, они создали в эксперименте, они не думали, накачали, создали. Вот они моделируют. Они почему моделируют? То есть, а что будет, если вот эта форма будет? А что будет, если так? Вот, поэтому, ну тут как, вот, некоторое моделирование опасно, понимаете, потому что можно такое создать вот в результате. И поэтому какие-то вещи запрещены, ну вот, например, то же самое влияние на геном человека, вот эти все влияния на эмбрион и так далее, какие-то вещи запрещаются, не разрешают вот эти. Но при этом геномодифицированную свинку-то посадили. А свинку, ну, люди есть разные. Я думаю, что кто-то и создает такие вирусы опасные, продолжает, может, создавать, кто знает. Но про эту ОСПУ, которая сейчас появилась, есть работа, по-моему, 19-го года, если я правильно помню, официально опубликованная, где была построена такая перспективная модель. И было сказано, что в мае 22-го года вполне вероятно развитие вспышки. Ну, может быть, да, не может уже кто-то и... Может, это случайность, я не утверждаю ничего, это может быть спирологические какие-то вещи, но кто-то какие-то модели пытался построить. Поэтому какая-то версия все равно сохранялась, что коронавирус не просто, а все-таки кто-то чего-то там пытался делать. Где, не знаю, в США, в Китае, еще где-то, кто знает. Ну, говорят, на Азове теперь. Ну, да, может быть. На Азове. Но это шутка, 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 мы только пошутили. Ну, да. Так, еще вопросы. Друзья, задавайте. Профессор Овчинников. Сейчас, одну секундочку, я повторю, потому что не слышно. Нет, не слышно. Мы в эфире. Значит, профессор Овчинников спрашивает о теории Зильбера по поводу вирусной природы онкологических заболеваний. Есть ли, по-вашему, такая связь? Ну, вы знаете, многие... Есть институт. Идет рост. Я повторяю, в эфир просто. Да. Ну, давайте отвечу. Значит, что я могу сказать? Что терапевты, вот особенно Насонов, они разрабатывают теорию, вы знаете, которую называют системной воспалительной реакцией. Вот считается, что даже там не холестерин, а это системная воспалительная реакция. Вот они переключились на ковид. Сейчас первый человек по ковиду вообще Насонов, потому что он рассказывает, Евгений Львович, все время, что вот как раз мы дождались. Сейчас ревматизма-то нету, а вот как раз с ковид системным воспалением. Вот это системное воспаление, которое до сих пор его толком не знают. Во-первых, все многие считают, что это воспаление, так сказать, стерильное, что оно безмикробное. Но безмикробного в организме человека столько микробов, не бывает ничего. Поэтому известно, что вот эта хронизация, все хронические инфекции, которые вирусные и так далее, что если они долго существуют, и они провоцируют, и в результате этого системного воспаления бывает и нарушение гемостаза, и инсульта опис, за счет того, что вот это системное воспаление все время постепенно есть. И, конечно, вот это системное воспаление, сейчас говорят, оно и болезнь Альцгеймера вызывает, и так далее, если оно есть. Ну и понятно, что вот если такое длительное у вас хроническое, вот это вот, так сказать, организм не справляется, сейчас же есть хронические эти инфекции, есть так называемые биопленки, когда у вас длительный этот микроб находится, он постоянно вот нагнетает, вызывает такие стимулы, и в результате, ну, иммунные нарушения и так далее. Ну и, конечно, внешняя среда. Вы же видите, какое питание, если все это будет, если эти факторы будут, они тоже будут вместе. То есть нельзя думать, что онкозаболевание раньше, то нельзя всегда думать, что это одно. Вот говорили, что вот атеросклероз, холестерин, вот это главное. Оказалось, что не только холестерин, холестерин есть, надо что-то еще. Сложные процессы. И чтобы возникла опухоль, нельзя вот такая односложная, что-то одно, понимаете, появились онкогены какие-то и так далее, все в комплексе. Вот, например, прививка от папиломовирусной инфекции, вот хроническая, вот она, профилактика. Ну, не прямая. Ну, не прямая, да. Значит, доказательств теории, вирусной теории рака не существует, к сожалению. Ну, в комплексе, все вместе. В комплексе, да. С точки зрения воспаления никаких вопросов. С точки зрения прямого влияния. Сразу от опухоли, сразу рак такого нет. От инфекции рак не получается пока. Так, еще какие-нибудь вопросы? Я бы попросил профессора Овчинькова два слова сказать, как бы, в заключение. Я потом заключу тоже, но просто, чтобы у нас все-таки... У нас сегодня небывалые события, присутствует несколько членов нашего правления. Поскольку вы много прогуляли. Во-первых, глубоко уважаемый Виктор Васильевич, хотел бы присоединиться к поздравлениям и еще раз отметить ваш действительно выдающийся вклад в отечественную медицину, не только в инфекционные болезни, но и в терапию. И хотел бы поздравить вас с этой замечательной наградой и премией Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Во-вторых, хотел бы поблагодарить вас за блестящую лекцию, потому что действительно такая программная лекция, которая рассказала, показала нам, объяснила очень многие вещи, которые лежат на поверхности. И вот только вот взять их, показать и немножко под другим соусом преподать. И действительно сразу устраивается достаточно четкая прямая линия, которая позволяет нам и по-новому взглянуть на эту проблему, и совершенно по-новому бороться с этой проблемой. Другое дело, что было бы желание с этими вещами заниматься, потому что, к сожалению, да, несмотря на то, что многие ученые говорят об этих проблемах, но, к сожалению, не всегда она доходит до исполнителей. И, наверное, это действительно сегодня программная лекция, потому что она действительно делается в очень серьезное направление в решении этих проблем. Поэтому хотелось еще раз поблагодарить вас за блестящий лекцию. Спасибо большое. Игорь Алексеевич, два слова. Значит, пока вы идете, вас это касается сегодняшнее выступление напрямую, поскольку мы с вами два дня назад обсуждали антибиотикорезистантность и применение антибиотиков врачами. А тут, кажется, все гораздо хуже. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Виктор Васильевич, ну, сегодня, конечно, потрясающую лекцию мы в очередной раз прослушали, это во-первых. Ну, и второе, конечно, не в этой аудитории, ну, говорить вообще, конечно же, об академике Виктор Васильевич Малееве. Причина проста, потому что все основополагающие вещи, касающиеся вот как раз и инфузионной терапии при введении инфекционных пациентов, это все как раз наши российские разработки, и все это благодаря Виктору Васильевичу. Поэтому, конечно, я, например, вспоминаю, ну, наверное, первое знакомство, вот как раз, как это происходило. Вполне себе вот такой вот обычный разговор, и, честно говоря, никогда бы не мог подумать, что я разговариваю с академиком. Вот, это просто очень дорого стоит, глубоко уважаемые коллеги. Поэтому, конечно, сегодня потрясающий день, и вот эта премия, которая сегодня вручается, мне кажется, это, ну, по крайней мере, очень здорово. Это такой серьезный вклад, и еще одно, как бы, создание заслуг Виктора Васильевича, наверное, где-то так. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет выступить? Ну, если никто не хочет, я позволю себе подвести итог. Вообще, я не думал, что я буду заканчивать выступление ваше, потому что, как бы, это программная речь, она... Ну, поскольку пошли вопросы, дискуссии, поскольку пошла дискуссия, да, мимо зала, а прямо в интернете люди начали между собой выяснять отношения, то совершенно очевидно, что вы заранили огромные сомнения в жизнь людей, потому что все говорили, надо есть только мясо. Да, ну, только на килограмм мяса вы получаете пачку антибиотиков. Ну, я так, грубо говоря, да, вот. Надо есть только рыбу, да, но с рыбы вы получаете, ну, и личинки какие-то, и тоже антибиотики те же, и вообще неизвестно, куда все это движется, потому что на самом деле, что там с рыбой происходит, неясно. Я как-то был в Дудинке, есть такое местечко, спустя несколько лет после того, как шарахнула турбина на Саяно-Шушенской ГЭС. Помните, да, там была авария? И во время этой аварии смыло садки, которые стояли на следующей за Саяно-Шушенской ГЭС, там 10 километров, еще одна есть станция, и там стояли садки с лососем, и все это вымыло. Весь этот лосось из садков поплыл себе по Енисею, проплыл, значит, Красноярску ГЭС и ушел. И теперь несчастные жители Дудинки и окружающих регионов говорят, о чем мы ловим какую-то красную рыбу, никогда в жизни тут никакого лосося не водилось, мы не знаем, что с ним делать, мы не знаем, как его есть. А он, вы знаете, да, что он раз выплыл из Саяно-Шушенской, то он идет обратно нереститься туда, он теперь будет туда ходить регулярно. И вот получается, что поменялся микроклимат в Енисеи, появилась совершенно другая рыба. Кстати, интересно, что истоки Енисея и Аби, они там рядышком, да, ну буквально несколько километров между собой. Все, что есть в Аби, поражено апистархозом. Там все, что есть, куда ни плю, ни рты ж там, вся Средняя Азия, все в эпистархозе. А рядом течет Енисей, и там ничего нет. Хотя вроде те же ручьи, с тех же Саян, все стекает одинаково. Ну, правда, может быть, сейчас они лососем туда тоже что-нибудь подбавят. Вот, ну, в общем-то, проблема, конечно, сегодня поставлена фантастическая. Мы ее не обсуждаем практически, мы практически ничего про это не говорим, а она присутствует, и деваться нам от этого некуда. И надо это обсуждать, потому что инфекция сегодня, как мы видим, это главное оружие международное, мировой войны, которая идет, да, она идет у нас много лет. Если вы думаете, что мы сейчас начали воевать, то точно мы начали в 2020 году с ковидом, когда мы с вами, помните, первый раз сидели на Первом канале, мы как раз обсуждали, что, друзья, это вообще похоже все на войну. Да, просто война стала другой, сейчас воюют по-другому. Вопрос не в том, что кто-то изобрел этот вирус и запустил, а вопрос в информационной составляющей, в локдаунах, в том, что погибли бизнесы, в том, что погибли люди от того, что заблокировано здравоохранение. Вы знаете, что сейчас ВОЗ объявил, на два года снизил среднюю продолжительность жизни человечества, на минуточку. И это не от того, что они переболели ковидом, а от того, что произошло вокруг, все это вот вокруг нас. Да, миллионы и миллионы погибших, это люди, не болевшие ковидом, это люди, пострадавшие от этой ковидной войны. И, ну, в общем, вот, хотим мы того или нет, против человечества идет война со всех сторон. Биг фарма, биг производители еды, производители каких-нибудь, я не знаю, стиральных порошков, все это, вообще-то говоря, не полезно. Ну, так промелькнуло тут про клеща, который вызывает аллергию. Насколько я понял, насколько я знаю эту проблему, это тоже недавно возникшая проблема, да, то есть ее раньше не знали. Клещ вводит некий углевод, по-моему, да, или что там, с углеводным концом. Галактоза какая-то, да, ну, там какая-то специальная, да. У человека возникают антитела, и он на всю жизнь не может есть красное мясо. На всю жизнь, ни через, там, 8 дней, ни через 8 месяцев. А у него вообще исчезает возможность есть мясо, потому что у него появляется аллергия. Мы сейчас с вами видим вспышку аллергии на орехи. В жизни никогда, я вообще не видел отека квинки, я не знал, что такое существует. Я слышал, мне говорили, что бывает отек, сейчас, вот мы собираемся иногда там с мамашками, как говорится, да, с маленькими детьми, и выясняется, что 30%, 40% детей страдают отеком квинки на орехи. Откуда? Пальмовое масло? Да вроде нет. Значит, это где-то какой-то арахис проходит, а может быть, это тоже какие-то инфекции, какие-то возбудители, передающиеся с кем-то. Но все это требует изучения, потому что вы же знаете, если кто летал на самолете, на дальняк, особенно американские самолеты, там объявляют, что в самолете находится человек с непереносимостью арахиса, и мы не будем раздавать арахис, потому что даже появление запаха арахиса приводит к тяжелейшей аллергической реакции, вплоть до смертельных исходов. Вот вам, пожалуйста, продукт питания и результаты. Вот, поэтому, конечно, мы сегодня выслушали совершенно фантастическую по содержанию и по мыслям лекцию, которая должна задать тон нашим дальнейшим работам, изучениям, обсуждениям и так далее. И я очень рад тому, что мы с вами знакомы многоцать лет. Боюсь, что вы еще не были академиком, когда мы познакомились с товарищем Валентином Ивановичем. Я знаком практически с детства. В вашем институте я тоже бывал лет 40 назад, появился впервые. Ну вот, страшно все интересно. Ну и то, что вы вспомнили сегодня про бракогана, про гемостаз, мне очень приятно всегда читать и в ваших работах, и вообще в книжках инфекционистов, что в каждой инфекции написано, что применение антикоагулянтов снизило летальность до нуля. Я тут недавно выяснил про сыпной ТИФ, там написано, что антибиотики снизились с 60% до 10%, а добавление антикоагулянтов привело к нулевой летальности. Ну вот мы сейчас добились практически нулевой летальности на ковиде, 6 тысяч пациентов у нас прошло, 0,3% летальность, 20% тяжелых больных на дыхательном и смогательном оборудовании лечатся тоже антикоагулянтами, потому что универсальный механизм, вот эта системная воспалительная реакция, мы ее называем ДВС-синдром, как хотите, там можно называть. Последнее буквально слово, что две работы уже, или три работы появились о том, что шиповидный белок ковидный складывается в амилоид, этот амилоид является основой тромбов при ковиде, он не вымывается, тромбы не разрушаются плазмином, это уже работы просто экспериментальные, и есть последовательность в этом шиповидном белке, который вызывает образование амилоидных фибрилов. Поэтому, когда мы говорим об амилоидозе, и уже это в статьях тоже написано, то тут возникает вопрос, не является амилоидоз ли результатом всяких разных инфекций, потому что болезнь Альцгеймера это амилоидоз, никто не знает откуда. А вот вам, пожалуйста, вот конкретно при данной инфекции, это сегодня обнаружено, и вполне вероятно, что инфекция вызывает ту болезнь, которая сейчас вот рубит подряд всех актеров, президентов Соединенных Штатов, да, там прям все всякие Брюсы Уиллиса страдают, Рейгант и так далее. Ну и дальше за ними. Я уж про Байдена молчу, я не знаю, диагноза нет, но не исключено. Хотя говорят, что так паркинсонники себя ведут, что вот это вот, что он сходит и здоровается, что это у паркинсонизма, у припаркинсонизма бывает. Ну не знаю, я не буду. Кстати говоря, вообще психиатры сейчас обсуждают тоже системно-воспалительную реакцию, как причин шизофрении. А если это системно-воспалительная реакция, она инфекционно зависимая. Будьте любезны найти, где же это все произошло. Ну ладно, в общем, спасибо большое вам за выступление, еще раз я вас поздравляю от лица всего нашего терапевтического общества, сообщества. Будьте здоровы, и я надеюсь, что до новых встреч.